Всякий раз после отсоединения и присоединения аккумуляторной батареи приходится заново настраивать время. Заново приходится настраивать время и в том случае, когда приходится менять предохранитель часов. При включенном зажигании часы показывают текущее время. Для установки времени и корректировки показаний часов предусмотрены три кнопки. Часы у нас закреплены с помощью боковых фиксаторов. Нам ничего не мешает их достать. Для того, чтобы отрегулировать показатель часы, мы используем кнопку H. Одно нажатие меняет показатель на один разряд. Если мы хотим поменять на несколько, мы кнопку H удерживаем. Таким образом у нас происходит непрерывная смена показаний часов. Для изменения показаний минуты у нас используется вторая кнопка. Аналогично при коротком нажатии мы изменяем на один разряд. При постоянном нажатии у нас происходит непрерывное изменение минут. Кнопка S предусмотрена для установки показаний часов по сигналу точного времени. Так как здесь возврата в минутах нету, сколько бы мы сейчас минут не настроили, кнопка S у нас предназначается для сброса минут на нули. То есть было бы у нас сейчас час. Для того, чтобы не шагать до 50 минут, мы при любом показателе часов, минуты, с помощью кнопки S сбрасываем на ноль. Было у нас два часа. Опять сбрасываем на ноль. То есть показатель часов остается неизменным, если у нас шаг в минутах от нуля до 30 минут. Если у нас будет стоять 2.31 и мы нажмем на кнопку S, то у нас показатель часов изменится в округление и станет уже цифрой 3. Например, вот мы настраиваем 2 часа. Вилка 30-59 минут. При обнулении часы переходят на разряд вперед. Сейчас нажимаем на кнопку S и у нас 30 тройки изменится на ноль, а вместо двойки мы перейдем в трехчасовой режим. Аналогично, если бы у нас, к примеру, было не 30 минут, а 58-59. Сейчас при нажимании кнопки S мы перейдем в четырехчасовой режим. И так всякий раз нам приходится часы настраивать заново после того, как мы отсоединили аккумулятор.